МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси будет означаться «Сусветный день донора». Без медалей Гомельская БЧ соступила в столице бронзу чемпионату Беларуси по мини-футболе. А зараз об этом меньшим больше подробно. На контроле у губернатора старшиня Гомельского облаканка Магина Целовей провел сегодня промую телефонную линию. Одразу четыре звороты тычились водозабеспечения. Жихары Агроградка Камунарбуда Кашалевского района оскарделися на якость воды, якая с крану идти с пяском. Геннад Целовей доручил разобраться с проблемой. У трех остальных выпадках люди наракали на низкий тиск у трубах. Звонили сельской мясцовости. Тут у сетлу мачиться просто. У сезон полива у великий расход воды, отсюль и слабый напор. Гомельчанка поскарделася на шуму ночи от будовництва шмат поверховки на скрыжевании проспекта Кастрычника и студентского проезда. А кроме того, подъезд до суседних дворовых территорий стал незручным. Саправды, дискомфорт от работ был. Гэтый дом повинен быть сдадзеный у эксплуатацию в бегучем годе. А тому будовники працевали у трызмены. Литерально два дни тому перешли на двохзменных график. Галлоны окрынется шуму, вежевый кран. Будет спынять працу у 23 годины. С подъездными шляхами проблему так само вырешать у самый ближайший час. Действительно, у нас произошло закрытие проезда к трём домам. Но строители организовали проезд с другой стороны. Сегодня дано поручение, чтобы эта схема объезда, которая временно в текущем году будет действовать, она будет предоставлена во все оперативные службы. Скорая помощь, милиция, райгаз, все службы, чтобы понимали оперативное реагирование, куда они могут заехать к этим домам. К завершению ввода этого объекта, конечно же, будет выполнено благоустройство этого дома и ближайшие прилегающие территории. Как правило, мы делаем с посадкой и деревьев, и установкой детских площадок. Поэтому это будет для всех очень даже и хорошо. Телефоновали же хары в области не только с проблемами и пытаниями, но и с подъеками. В уголе за три годины на правую линию поступило 35 звонков. Кожный из тех, кто звернулся, отримает отказ. Самое острое питание Геннадь Соловей взял под особистый контроль. Завтра в Беларуси будет начаться Сусветный день донора. В этом году он присвеченный теме «Безпечная кровь ратуе життё» и проходит под лозунгом «Сдай кровь у имя здорового света». Что мотивует доноров на безвыплатную сдачу крови, доведалися наши корреспонденты. У донорской крови мают потребы пациенты с онкологичными захворываниями и с гемофилией, хворые с хирургической патологией, женщины подчас родов. У Гомельским областным центром трансфузиологии у год отримливают около 23 тонн крови. Тут нарыхтовывают суцельную кровь, плазму и концентрант термоцитов. Что месяц центр наведывают больше за тысячу доноров. До дня донора многие люди приходят сдавать кровь безвыплатно. Только за половую червеня это заработали 300 человек. Акции по безвозмездной сдаче крови проводятся в протяжении всего года. И участвуют не только названные выше лица, но также еще и военнослужащие. Сдача крови полезна для организма. Во-первых, это является профилактикой заболеваний иммунной системы, заболеваний накопления, таких как подагра, атеросклероз. А также незначительные потери крови приводят к тому, что организм компенсаторно более легко борется с тем, что если возникают какие-то массивные кровотечения, то восстановление донора как пациента будет проходить более быстро. По законодавству у людей есть выбор – сдать кровь и плазму платно або безвыплатно. Донор вызволяется от працы на один день с захованием заробку, забеспечивается бесплатным харчеванием до донации и грошовой компенсацией на продукты после донации. Сумма, которая належит платному донору, различивается особо. До речи же хоры в области, які перонесли ковид-19, так само протягивают сдавать плазму. На сёня донорами стали 11 человек, плануються, что в ближайший час до их долучаться ясше 10. Донорами люди становятся по разным причинам, а лям этого у сих одна – да помахши тым, кому гэта потрэбна. Безвозмездно для того, чтобы помочь, как я хочу в первую очередь детям. У меня есть такая возможность, почему бы не помочь. Хожу раза три в год стабильно, безвозмездно. На основе ощущения приятные, потому что делаешь полезное дело. Тут страшного ничего нет. То же самое, что сдать кровь с пальца. Только ты плюс ещё к этому прилагаешь своё усилие к здоровью. Я до сих пор помню, что у меня третье отрицательное, меня пригласили. Нужна эта редкая группа с Резусом. Решила стать донором. В развитии безвозмездного донорства способствуем. У нас все сотрудники являются, многие сотрудники являются донорами, тоже все помогают. Призываем всех к донорству, не бойтесь. Это не страшно. Самое главное, что мы помогаем людям, детям, больным, онкологически больным. Это очень было давно. Захотел, просто пришёл. Так и сдаю уже. Лет 6-8, я уже даже не знаю. Надо помочь всё-таки больным людям. Думаю, что попробовать всё-таки надо каждому. Попробовать сдавать. Потом втянуться и будут ходить сами сюда уже. Приехали, попросили сдать. Мальчик заболел безвозмезд, сдавал лекомии. На работе после этого начал сдавать. Мы рад, что людям помогаем. Безвозмездно постоянно просят, когда постоянно их сдавают, приезжаем, сдаём. Не надо бояться. Это не больно. И в обморок не падаем. Даём ощущения хорошие. Организм молодеет. Стать с донорами могут все жадающие во взросле от 18 до 60-ти годов. И они повинны вважать не меньше за 50 кг и быть целиком здоровыми. При этом один человек, який вырешился на эту высокородную справу, ратует жить с четверых. Вероника Гамсюкова, Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Коммунальный эксперимент у Гомели жихарам приватного сектора бесплатно раздают коляровые контейнеры для отходов и диасбор заявок односельництва. На каждое домоуладание выдают два пластиковые баки. Шеры для смешанных отходов, жёлтые для макулатуры, шкла, пластмассы и металлу. Платить за контейнеры не треба. Важная умова – заключение договора на отказное захование с коммунальным предприемством. Раньше, если мы часто видели в Гомеле, то кастрюльки стояли, то мешки полипропиленовые, то обычные полиэтиленовые, то вороны растащивают, то собаки разорвут этот мешок. И всё это валялось, грубо говоря, на городских улицах. Сейчас это более создаст эстетику. Во-вторых, люди научатся сортировать и отделять вторичные ресурсы, которые пойдут в повторный обиход. Ту же переработку. За контейнерами будет проезжать спецмашина. Затвержены особный храфик. Приемка отходов у мяшках и ведрах худко скончится. Любый жадающий может заказать контейнер-новинку до конца года. Достаточно позвонить в коммунальную службу. Развлеково-даведочный центр города Гомеле пропонует Жихарам отримливать информацию об оплате жилево-коммунальных послуг про заэлектронные носьбиты. Для этого необходимо только заполнить ответную анкету на сайте предприемства. Сегодня информацию об померах оплаты за жилево-коммунальные послуги гомельчане отримливают галлонным чином на паперовых носьбитах. Перейсти на ослуговывание про заэлектронную пошту у развлеково-даведочным центры почали пропонувать с минулого года. Абоненту необходимо зайти на сайт предприемства rsc.gomel.by и заполнить анкету. Для того, чтобы указать свои пашпортные дадены, электронный адрес и лицевый рахунок, человек ухопает, звычайно, некольких хвилин. Ясшэ прикладна про схвилину пасля отправки анкету отримаюць у центры. Зараз у гомелі налічываяць амаль 180 тыс. абонентав, каля 10% з яких уже выказали жаданне отрималювать информацию об оплате коммунальных послуг про заэлектронную пошту. Со свайго боку, у развлеково-даведочным центры называюць два основные плюсы от выкрыстанья такой системы. Оперативности тримания информации и снижение расходов надрукованья поведомлення. Рассчитано на граждан, которые пользуются интернетом. И которые с использованием ресурса интернет могут без труда завести свой почтовый ящик. Это распространено. Я бы не сказал, что это рассчитано на молодежь либо на граждан среднего возраста. Почему? Потому что в настоящее время даже очень много людей пожилого возраста пользуются интернетом. И, в принципе, могут воспользоваться вот этими ресурсами для более оперативного получения информации о начисленных платежах за коммунальные услуги. Супрацовники МНС, инспекции по маломерных суднах, освода и прокуратуры провели суместный рейд. Специалисты проверили, эти выконвают правила безопасности у ладальники лодок, катеров и гидроциклов. Подробязности у наших корреспондентов. Летние пиры – это самый горячий час для воротовальника, у инспекторов по маломерных судах. Отпочивающие выходят на воду и не за все до выконвают технику безопасности. Специалисты отзначают, что у многих у ладальников лодок и гидроциклов отсутствуют правы на кирование плавальным сродкам. Судно может не иметь документа с подтвержденным техоглядом, альбо люди выходят на воду без воротовальной комизельки. Однако при этом тенденция видовочная, граждане все же стали святыми. Так, в этом году не зафиксировано ни одного аварийного выпадку на воде. По итогам сегодняшнего рейда можно сказать, что постановление не выяснилось, однако были вынесены официальные предупреждения любителям на гидроцикле, которые случайно забыли права на берегу. Ну и также мы проводили административные процедуры, проводили техосмотр маломерного судна на воде, что также входят наши обязанности. На водоемах в Омельской области с начала года уже составлено 29 постановлений и на 29 человек, которые нарушили правила управления маломерными судами на реках нашей области. Особная проблема – неправильный выбор места для выкористания плавальных сродков. Судно можно запускать с не ближайшим за 100 метров от пляжной зоны. Под час рейду комиссия вынесла попереджение уладальнику гидроцикла и так званых бананов и ватрушек. Рейды у нас будут ежедневными. Крупные нарушения, которые могут повлечь реальное травмирование и гибель людей. Я считаю, что это не прохождение техосмотра, видоизмененные, конструктивные особенности маломерных судов сегодня установлены не были. Были установлены нарушения, им будет вынесено официальное подтверждение прокуратурой. Под час рейду сопротивники МНС проводили ломачальную работу с отпочивающими. Нагадывали им правила безопасности на воде. Но приватности сочить за детьми, не заплывать за буйки, не забывать опранать воротовальную камизельку. Основной акцент уделяется несовершеннолетним. В период летних каникул уже были выявлены факты нахождения детей, одних, без ведома взрослых, вблизи воды. МЧС напоминает, не оставляйте детей одних у воды, берегите себя и своих близких. Отпочивающие, которые выбирают для купания так званые дикие пляжи, вельми рызыкуют. Тут берег часто обрывистый, но не ровный. В выпадку небеспеки воротовальники не смогут в короткий термин прийти на допомогу. С початку этого года в Гомельской области потонули 16 человек, которые их удалось выротовать. Посоветовали бы не пренебрегать бы правилами поведения на воде. В первую очередь не нарушать купаться, приходить в установленные места, не употреблять спиртные напитки при купании. Потому что, как правило, в первую очередь основные такие несчастные случаи происходят в нетрезвом состоянии и в неустановленных для купания местах. Поэтому, чтобы отдых был безопасный, не употреблять спиртные напитки у водоемов. Специалисты затекавленных ведомств не спыняют профилактичную работу, и они регулярно наведывают прорационные коллективы и разговаривают с молодем, нагадывают правила безопасности. Вероника Гамзюкова, Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио, компания «Гомель». Да и распачала комплекс профилактичных мероприемств у юных велосипедист. У гэтые дни супрацовники Державтоинспекции проведут рейды. Юным велосипедистам, особливо порушальникам правила у дорожного руху, расскажут про то, як важно выконывать правила на дорозе, як не допустить здарения у натрасах и придомовых территориях. Головные правила нагадают и законным представникам маленьких порушальников. Юным велосипедистам уручаются информационные материалы. В рамках этого мероприятия сотрудники госавтоинспекции будут проводить профилактическую разъяснительную работу с несовершеннолетними в случае выявления нарушений с их стороны. По возможности также будут общаться с их законными представителями. Опять же, доводить требования правил дорожного движения в части перехода проезжей части с велосипедистом, также и управления велосипедистом как в дворовых территориях, так и на тротуарах, пешеходных, велосипедных дорожках. За пять месяцев этого года в регионе зарегистрировано 16 здареньев с отделом неполнолетних, у которых 17 человек отримали травмы. При этом пять ДТЗ отбылось по вине самих детей. Три из них с отделом юных велосипедистов. Невелосипедистов зоопарк у которых контрабандисты перевозили птушек. После двух суток у скрынках без ежи и воды яны потрапили у Жлобинский зоопарк на перотрымку. Они были натрамбованы в крошечной коробке, как кильки в банке. Очень много погибших, ну, было погибших, ну, такой процент приличный. Вот. Все было под счет. Пришлось до ночи тут с ними возиться, отпаивать, отхаживать. Были мокрые, их отогревали под лампой. В общем, приложили очень много усилий. Зараз у зоопарку можно убачить больше за 300 особен пяти видов. Хвалистые попугаи, рожевощоки и неразлучники, новозеландские какарыки, карелы и розелы. Отшывают себе недренной и съедают у день, каля 15 литров корму. У вогуле живелы тут з'являются по разных причинах. Гэта могут быть отмовник из цирков, как медведь-джин. И он живет тут с 98-го года и разом с женкой Бусей за этот час сдал потомство у 20 медведенятов. Альбог это могут быть живелы, которые отбились отстатка и не видели, как самостоянно выжить у дикой природе. Так, минулой осенью, Жихарка-Жлобинского района поведомила у зоопарк, что по их везце бегает высокородный олень. Обратились в райисполком, обратились в охрану природы, собрали все необходимые документы. Ну и после нескольких дней подготовки мы его смогли сюда забрать. Оказалось, что привозили в стадо оленей молодых, ну в леса, а он отбился, его стадо не приняло, он прибился к людям. Пока был маленький, там у кого-то жил, пока я не знаю у кого. Вот, жил-жил, потом стал большой, агрессивный, его выпустили. Ну, а он к людям привык, и так вот из деревни выходить не хотел. Супросовники зоопарка кажут, что им кнутся створить комфортное сяродье для своих насельников, зарабить так, каб у першую чергу живелам было добро, и только потом уже наведвальникам. Такие старания окупляются. Наприклад, у гэтым годзе у пары дикообразов, яке живут в зоопарку каля 10 годов, народилася двое малых. Подтверждением добрых умов можно назвать великую колькость живел сталого взросту, яких супросовники ласкаво называют наши пенсионеры. Один з ях самец яванского макака Микита, який живет каля 20 годов. Макак довольно таки своенравный, капризный, как и все представители его вида. Ну, общий язык нашли. Общий язык нашли, вот выходим на зов, кушаем с рук, так какие-то команды понимаем, он когда хочет пить, показывает на бутылке с водой, на жидкости, он понимает, что нравится публике, и это делает, если хочет от них получить что-то вкусненькое. Любим, кормим и шкадуем. Так ставятся в жлобе недоживелы птушек с непростой долей. Что тучится попугаю, то на наступном тыйдне суд выращит их лес. Птушек могут покинуть у зоопарках краины альбо организовать их продаж. Як бы там ни было, гостям у зоопарка рады завсёды. Козули, лама, янот, павлины и иншие его насильники будут рады знайомству. Ганна Коральчук, Олена Василюк, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомельса, Жлобина. Молодь Гомельщины активно включилась в республиканскую акцию разом с батьками. Волонтеры БРСМ и молодые батьки занимаются наведением парадки на городских территориях. В рамках акции гомельские активисты упрогожили варкаут-пляцовку на центральном пляже. Тут заусёды шматлюдно. Периодично турники необходимо чистить и подфарбовывать. Акция разом с батьками – добрый стимул для корыстной справы. Эта площадка для занятий варкаутом была установлена нами 5 лет назад. Пользуется она большой популярностью. Ну и сейчас пришло время её обновить и подкрасить. Гомельская БЧ засталася без узнагород чемпионат в Беларуси по мини-футболе. У другим поединку бронзовой серы супрот столицы, який проходил у Гомелі, чих гуночникам треба было отыгрывать отставание у три мячы. С первых хвилин господары почали створать небезпеку или ворот гостей. Однако реализовать шматлики моменты не отрымливалось. Столица периодично отказывала острыми контратаками, одна из яких завершилась у зятем ворот. Тарас Каралишин на 17-й хвилине лик открыл. На пошних секундах першого тайма становища чих гуночников стало критичным. Подключение до атаки галкипера Владимира Страмилова завершилась с тратой мяча и голом Михаила Грицыны у пустые вороты. Для перемоги у Серы господарам треба було забивать шесть мячов. После перепынки они пошли в банк, выпустивши пятого полевого. В таком формате тайм и пройшов. Жаданого вынеку досягнуть не отрымалось. Быча забила только тройчы. Отзначилися Колб, Гумянюк и Селивончик. Пропустили господары четыре голы. Столица перемогла 6-3 и стала Нужно смотреть на счет. Все игры были очень напряженные. То есть соперник если сказать по статистике даже превзошел нас по созданию моментов. Но мы к счастью реализовали свои моменты. А так считаю, что наверное все-таки пауза свои коррективы внесла на обе команды. Мы очень довольны, что завоевали третье место. В двух матчах проиграли в три мяча. Конечно, этот матч как следствие, потому что нам приходилось как-то форсировать, менять ситуацию где-то без оглядки на свои ворота, наверное. И поэтому каждый любой гол первый в наши ворота мог стоить нам всего противостояния, как и произошло. Может, если бы мы забили первыми, предпосылки к этому были, но мы, к сожалению, пропустили. Дальше уже такая сродня агонии пошла игра. Это и так само и другие новины. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvergomel.by На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова